Всем привет! Новый день, новые приключения. Вчера ночь не хотела идти быстро, я толком даже не поспал. Это была самая тяжелая ночь пока из всех дней, которые я ночевал. Короче, здесь какие-то адские комары, они маленькие. Я и программу пробовал на телефоне, устанавливал. Здесь, кстати, какой-то вот хостел непонятный, типа гостиницы. Ни интернет, ни туалет не работает, коньца не работают, жарко вчера, окна открываешь, комары ну просто вот, я даже не знаю, ну они налетают как тучи какой-то, по 5, по 6 уколов сразу, блять, все жужжит, все зудит у себя. Короче, пиздец, надо искать сегодня другой какой-то хостел или ехать с палаткой на пляж, это тоже вариант я рассматриваю. Сейчас еду в посольство Китая, узнаю, могу ли я здесь подать документ на китайскую визу. Ну пока вот так, ну, блять, уже 12 часов, я уснул только часов 7, все остальное, может быть 6, все остальное время я отбивался от комаров. Я пытался и в гамаке спать, как москитную сетку натянуть, они как-то тоже пронизывались, ну немножко подрывается уже сетка. Я пытался накрываться одеялом, но они начинают кусать лицо, блять, жарко спать, это пиздец, я мочил одеяло. Веселая, короче, ночка была. Надо сегодня средства от комаров купить обязательно, раз они здесь такие ужасные. И это Баку все. Огромнейшая набережная. Еще много вот таких статуй, по-разному расписанных. Не, круто здесь. Рекомендую ехать в Баку. Насытится. Все очень аккуратненько, ухоженно, запахи. Море все-таки не самое чистое пока здесь, но надо километров за 7, за 8 отъехать от города и там все будет. Баку будет проходить Формула-1 и уже готовится. Вот стадион, по этой красе будут валить на Формуле. Блять, вот бы увидеть это. Здание, блять, красиво. Такой современный исторический город и хорошо вкусуется. Старое здание к новым небоскребам и подготовка к Формула-1. Все-таки решил заменить ОС педали, так как и цена нормальная была и мастер попался хорошим. Вновили педаль, поменяли втулку, потянули заднюю, смазали цепь, понастроили. Я сделал наконец-то спидометр. У меня на нем уже 1650 километров за, вроде напосил. Я ем типа кебаба на набережной и сейчас заканчивается перерыв в китайской посольстве. И я еду туда узнать насчет визы. Там будет определяться, что дальше. Погода такая пасмурная, но не холодно, жарко хотя бы, но не холодно точно. Ну что, я сегодня еду в Астрахань. Решил на поезде, что-то я очкую через Дагестан, через Чечню. Ну, точнее, Дагестан или там, например, Чеченскую территорию. Вот, кто-то сказал, что кому-то отлично проскакивает, кто-то при новом проскакивает. В итоге я купил билет за 50 долларов и еду в Астрахань. Там попробую дом для всех. Есть вольных путешественников, типа жилье. Не знаю, получится, не получится. Если что, буду искать писку. Ну, или отъеду где-то там. И в дальнейшем двигаюсь в сторону Екатеринбурга. Там сделаю визу. Может, за это в гости Пермь всегда хотел бобыть после реальных пацанов. Ну и дальше тогда попробую на Байкал. Если погода не понравится, то сверну в Китай. И там уже дальше буду решать по месту. Ну, вот так. Какая силища. Сегодня хоть покупаем. Камни очень нравится Баку. Красивый город. Интересно с архитектурой. Опять горки. Смотреть. Большой, самый крупный флагшток. Где-то там, как всегда. И вот. Простирается город. Это все велодорожки. Пешеходные. Огромная территория. Просто огромная. Передает, как красиво ткань развивается на ветру. Очень объемно. Внешне Баку очень крутой и красивый город. Блядь, но видно такое правительство бестолково. Блядь, столько денег. Ну, нахера тратить. Вот дальше в районах, блядь, одни лады в основном. Да, все красиво. Но, мне кажется, тут все в откатах этих. Так же коррумпировано, как и у нас в Белоруссии. И в России. Даже нефтью пахнет. Реально нефть качает. Офигеть, сколько их. И за стеной там еще их много. Еду на море купаться. Вещь. Нефтедывающая вышка. Потом ее затаскивают. И топят. Офигенно. И вон Баку. А я уставший. Алкоголь еще чувствуется в крови. Еду купаться. Покорять море, мои друзья. Море. Я опять буду сейчас купаться на море. Грязное море. Прямо видно, что разводы жирные. От жизнедеятельности людей. И от промышленности тяжело. Мне очень приятно купаться. Но. Это в близи города. Поэтому так всегда. И снова прокол. Я на трассе. Мне осталось еще где-то километров 7 ехать до Баку. Я купил беню. И буду клеить колесо. Все отлично. Хорошо здесь. Ну, наверное, только Баку. Если по красотам. И вон вы видите небоскребы. Они уже приливаются. Все. Выезжаем в Бастрах. Прощай, Кавказ. Вчера я еще раз пробил колесо. И очень плохие прокладки, которые я купил в Декатлоне. Поэтому надо менять камеры. Они даже прямо скучные. Негодные. Грустненько.